28 марта состоялось очередное заседание ректората и одной из главных тем стало обсуждение дорожной карты управления инновационного развития вуза. Данное структурное подразделение в ближайшее время ожидает большой рост, а среди главных показателей выделили работу немалого количества инновационных предприятий, инновационных подразделений университета и их проектов в развитии научно-технической сферы. У нас формируется совершенно новое направление, это инженерное образование, и то же самое в научных проектах. Сейчас возникает после того, как выигрывали представители химфака 218 по проекту постановления 218, проект вместе с заводом каучука, синтетического каучука. То же самое у Даницы Карлыча группа формируется по работе с нефтяниками, стать нефтью в частности и с другими нефтяными компаниями. Там тоже небольшая группа по катализаторам. У нас была группа, работающая непосредственно с Нижникам, с нефтехимом, с другими проектами. Проректор по инновационной деятельности КФУ предложил увеличить количество малых инновационных предприятий, а если говорить точнее, заменить предприятия, которые на данный момент не приносят прибыли и являются недостаточно эффективными. У нас, где-то порядка 15 из существующих МИП, они у нас, к сожалению, там нет активной деятельности, и поэтому мы, конечно, рассматриваем вопрос замены данных малых инновационных предприятий, уже реально действующие с реальным оборотом. Есть директор, команда, есть желание работать, но, конечно, вот тут нужно заниматься развитием этих МИПов. Кроме того, на заседании ректората о программе развития и повышении конкурентоспособности отчитался проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин. А проректор по внешним связям Ленар Латыпов рассказал о деятельности КФУ по привлечению в предстоящем учебном году иностранных абитуриентов и абитуриентов из стран СНГ. Кстати, об образовании. Университет ожидает открытия высшей школы педагогики, и связано это с принятием новой программы магистратуры. Но в перспективах все еще остается создание нового Центра Российской Академии образования. Адель Мухаммедши, Ленар Довлетьяров, Роман Самарин, Универньюз.